Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь и расскажите, с какого вы города. Меня зовут Довшин Иван, я из города Архангельска. А вот интересно, в Архангельске много трейдеров сейчас? В Архангельске, ну, сложно сказать, что их много. То есть, я знаю несколько человек, с которыми я вместе общаюсь, торгую, и больше, наверное, таких не знаю только из сети. То есть, так это не сильно разрушено именно в городе Архангельске. Расскажите, когда вы начали торговать, и какой у вас был путь трейдера, легкий или не очень? Я начал торговать около полтора лет назад. Мой путь начался с самого интересного для всех трейдеров, это с опционов. То есть, это был очень интересный для меня опыт. Ну, как говорится, что первые портфели, кто не сольет, тот не трейдер. И в итоге я потерял первые две суммы, которые я заел на оборотский счет. А большие суммы, если бы тебе это? Суммы были маленькие, ведь эти суммы стоят немного, поэтому я заел в первый раз 5 тысяч, в второй раз 10 тысяч. И в итоге как бы слил их всех. А в последующие разы я уже начал более к этому целомодельному подходить. Впоследствии я перешел на фьючерсы, там, ну, плечо это было меньше, и в итоге на этом я начал учиться торговать. После чего я начал торговать одновременно и акциями, и фьючерсами, а потом сделал небольшую передышку. Ну, на фьючерсе успехи, так сказать, лучше были? На фьючерсе были успехи немного лучше. На акциях соразмерно еще лучше. То есть, ну, понятно, что там нету высоты в плечах, но успехи были. А как вы принимали решение торговое? Решение принимали... В первый раз я принимал решение свое, но с очень сложным таким внутренним чувством, потому что сложно принять решение на какую-то более крупную сумму, и, например, на то, что если у тебя уже много раз было неудач, к этому сложно прийти, чтобы сделать верное решение. Нужно выстроить эту стратегию, нужно психологически настроиться, чтобы торговать статично и правильно. И в итоге само это решение о торговле, то есть оно было сложно для меня изначально. И, ну, в итоге из-за того, что я выстроил ту стратегию, которая мне была, нравилась, и которую я использую до сего времени, мне она очень удобна, и я ее использую все еще. А стратегия, она трендовая или контр-трендовая? Контр-трендовая. Я не люблю входить по трендам. Понятно. А вы сейчас какие-то денежки получили, вы их реинвестируете или вы снимаете? Я пробовал разные способы, то есть изначально я, конечно, просто пытался реинвестировать, но когда как бы первый раз заслевал, это все было, ну, не реинвестировать. А в итоге я попробовал вариант, мне подсказал мой знакомый, что можно торговать от, исходя из одной суммы, то есть ты берешь, например, заводишь там 50 тысяч, что-то сверху заработал, вот это выводишь. И в итоге на этом способ у меня получалось. Но сейчас я исхожу из обречения. То есть я реинвестирую часть средств, и часть выложу. И так это удобнее происходит. А вот кто у вас, ваш учитель? Вот как вот вы решили в какой-то момент, что надо перейти на рынок спот, например? Когда начинаются неудачи. То есть есть фьючерсы, вот допустим, я торговал, когда я вот решил импределить на акции, это был фьючерс на евро-доллар. Ну, из-за того, что начались сильные движения на евро-долларе, и там было высокое плечо, я решил попробовать, и начались такие потери, то есть, ну, более-менее крупные. Одновременно я как бы торговал еще на акционах, все еще продолжал торговать. И в итоге, ну, потерял часть портфеля. И решил попробовать мини-висковую, новую, определенные инфляционные инструменты. И акции мне очень подошли. Ну, на российской биржи, на московской. Вы смотрите какие-то видео или читаете какие-нибудь блоги экспертов или трейдеров? Мне очень нравится компания Axelius. То есть она, ну, сам Дмитрий Черемушкин, то есть он подавал информацию очень удобно и доступно. И тот опыт, который у него был, он как раз был очень интересен и полезен. В момент кризиса, например, у меня, когда вот там кризис торговли, не мой бог. И в итоге мне вот очень помогают все информации, которые у них есть на сайте и видео. Ну, также там остальные еще информации. А на институционную информацию аналитическую иногда посмотрел, но потом перешел от этого. Так, книги читал. Вы смотрели последнее мое видео с Веденеем из Axelius про жуликов фондов рынка? Честно говоря, нет. Вы просто говорите, мне помогает информация к сервису. Смотрите. Ну, я просто не помню точно, потому что у них видео-то тоже много. То есть с Веденеем там были видео, просто их мало. Я вот помню только некоторые из них. Плюс я сейчас в последнее время меньше стал следить за видео, потому что, ну, большинство уже просмотрело обучающие, а сейчас уже сам, по сути, учусь сам на себе, на своих ошибках. И поэтому у меня нет необходимости так подробно увлекаться. А что, так сказать, в черемушковой стратегии черемушки надмителя вас привлекло? В том, что он такой же молодой, и у него, по сути, был путь таким же. То есть он пробовал различное. То есть он не хотел... Он как рассказывал об этом, то что он начал торговать, когда еще был в школе. Я никогда еще в школе, конечно, начал торговать, но когда учился уже в университете. И в итоге он вместо обучения занимался торговлей. И понял, что нельзя заниматься разными вещами одновременно. И вот именно вот этот опыт я сам изначально получил, не видя еще в дмитрии черемушки. И в итоге мне понравилось вот то, что мы, ну, частично, скажем, похожи. Ну, понятно, возвращаемся? Ну, понятно, возвращаемся. А какие-то еще есть у вас интересные ресурсы, где вы учерпываете информацию? Интересные ресурсы – это, ну, например, наверное, может быть только аналитические иногда вот сайты, то есть, ну, професли компании. То есть там есть иногда те же вебинары, например, именно конкретно специфические, которые обучают чему-то. И одновременно есть иногда, например, есть идеи, которые, ну, разбирают именно, почему они входят в сделку. И они очень полезны для того, чтобы сравнить свой опыт с их. И видно иногда, как люди ошибаются вот по сравнению с своей стратегией. И в итоге ты понимаешь, что ты уже на ступень выше. Кстати, я хочу пригласить вас на наш вебинар Александра Мишина. А кто он проигрывает? Александр Мишин – это тот самый человек, который ездил по России с Элдером. И как раз он по методу Линда и Рашки на контрендах работает. И разбирает эти сделки. Поэтому это вам интересно будет. Ну, правда, не очень часто эти проходят вебинары, но тем не менее. А, как раз в следующий раз вы проходите? Ну, тут на сайте в целях обучения, education, да, есть специальные. Просто не очень часто, но они есть такие. Ну, пальцы пока в записи. Потому что в основном-то он не работает по найму, да, мы привлекаем его только-только так. Ну, просим иногда. Ну, есть. Раз в месяц-то можно посмотреть. Так что это моя... Ну, если раз посмотреть, я вот не смотрел просто именно в... Вот. Александр Мишин обязательно посмотрите вебинары. Ну, это так, не реклама просто. Ну... Надеюсь, он еще бесплатный. Нет, не надейтесь. Значит, и, значит, друзья, в общем, которые у вас, ведь с вами начинали, у них какой путь? Они на вас смотрят, да, что вы мигрируете от опционов. А сами-то они где-то как-то работают? Сами в разных вариациях. Потому что есть люди, которые увлекаются, например, сиюминутной торговлей по тренду как раз. То есть я вот почему-то другим занимаюсь, потому что у меня это не идет. То есть есть люди, которые вот хотят ловить именно движение после того, как оно уже началось. Для меня это, ну, как-то не подходит. То есть я люблю как раз искать другие возможности. Ну, в частности, вот у меня вот два знакомых, основных, которые вот торгуют. То есть один торгует на акционах, очень активно сейчас на долларе, а другой торгует на фьючерсе, на доллар. То есть в акциях так-то особо однокомых нет. То есть все хотят высокое доходное. Потому что, ну, поскольку изначально суммы маленькие были у людей, они привыкли к этому. И к доходности к этой. Когда переходишь к акциям, это совсем другое дело. Но они участвуют в ЛЧИ, там, в конкурсах? Да, ЛЧИ участвуют. Ну, не особо успехи, как я скажу, на своем последнем ЛЧИ. Не особо. Да, не особо. Понятно. А как вы себя видите в дальнейшем в трейдинге, в инвестициях? Вот сейчас вы увеличиваете размер счета. Да. Ну, я стараюсь прийти к тому, чтобы, конечно, в идеале создать свою трейдинговую компанию, или вообще инвестфонд, вообще хайдфонд точнее. Это очень интересная тема. Понятно, что это очень сложно, и долгое время займет. Ну, поэтому я пока что стараюсь выработать свою до конца стратегию, полностью проработать. И, может быть, научить других ей, ну, помочь разработать свою удачную. Вопрос, который мне постоянно задают. Значит, что вы сейчас посоветуете в текущей ситуации начинающим? Начинающим? Заводить меньше денег. Изначально, когда в первый раз не заводят. И пробовать вообще все. Пока не найдешь, что тебе нравится. То есть для меня, мне кажется, это самое лучшее. Потому что, ну, первого опыта не оценим, что ты теряешь деньги. Но когда ты теряешь немного, это много лучше. И на этом учится точно так же. Особенно, если у тебя вообще как бы немного денег. А для начинающих, которые нацелены прямо всю жизнь этому посвятить, то должны более серьезно к этому подходить и не заниматься чем по-другим. Спасибо большое. А вот говорили, что я не снимаю начинающих трейдеров. Ну, это не правда? Да. Спасибо.